Следующая задача практически такая же, только числа побольше. Сумма двух чисел равна 1106. Одно из этих чисел больше другого на 22. Найдите эти числа. Сумма двух чисел равна 1106. Одно из этих чисел больше другого на 22. Найдите эти числа. Прошу вас. Поздно, Саша. Видео пошло. Мы сначала разделим это число на 2. Заметьте, в прошлый раз вы делали не так. Ну, ничего, ничего, давайте. У нас получится 553. Это правда. Это первое число. Потом мы к прицепу прям прибавим 22. У нас получится 575. Спасибо. Заметьте, этот способ отличается от того, который у нас был в первой задаче. В первой задаче мы что делали? Мы сначала уравнивали и после этого делили на 2. Правильно? А сейчас взяли и прямо так выравнивали. Давайте посмотрим. Сложим, проверим. Сложим числа 553 и 575. Кто знает, сколько будет 3 плюс 5? 8. 8. Сколько будет 5 плюс 7? 12. 1 и 10? 1 и 11. Вот. Как интересно. Забавно. Получился ответ гораздо больше, чем то число, которое должно было получиться. Значит, не подходят эти числа. Пока непонятно, почему они не подходят. Так, у вас объяснение, почему они не подходят или у вас свой способ решения? Свой я могу объяснить. Не надо шуршать. Очень слышно. Покажу, выходите, расскажите. У меня свой способ решения? Да, да, да. Лучше начать с правильного решения. Получим... Нет, 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 нет. Чуть левее. Ой, левее. Левее. Отлично. Между прочим, скажу по секрету. На Малой Мехмате, вот мы проводим занятия для маленьких, там, для первого, второго, третьего, четвертого класса, существенная часть года уходит на то, чтобы они просто научились писать имя, фамилию, отчество. Как ни странно. То есть, вот уже все знают, а вот такие простые вещи почему-то путают. То же самое, лево-право, конечно. Да. Делим 1128 на 2. Сколько получается? 564. Отлично. Глеб, вообще-то это зависеть надо. Ну что, что я могу сказать? Спасибо, спасибо, Садис. Это абсолютно такое же вычисление, которое у нас было в первой задаче. То есть, прибавили, значит, оба числа довели до максимума, да? До наибольшего из них. Получили два одинаковых числа, вот вам наибольшие вышли. Заметьте, получились числа... Так, какие числа у нас получились, интересно? Что? Это неправильное решение, потому что вначале надо начинать с... Вычисление с 22. Нет, секунду. Секундочку, давайте поймем. Мало ли, с чего мы начинаем в наших решениях. Вопрос, почему не получилось неправильно. Да-да? Ну, потому что вначале разделили 1106 на 2, а только потом прибавили 22. На самом деле, смотрите, что надо было сообразить. Надо было прибавлять не 22. Прибавлять надо было 11. Давайте я объясню на картинке. Вот представьте себе, что у нас есть замечательное число 553. Если взять это число два раза, ну как это нарисуем, то под ним нарисовать как вы же, да? Вот, а представьте, скажем, 553 сантиметра. Это, конечно, не маленький, но тем не менее, да? Такой кусочек. Вот, 553 сантиметра, 5 метров и 53 сантиметра. И здесь тоже, 5 метров и 53 сантиметра. Я вам не буду такой длины нарисовать, но смысл такой. Вот. Так вот, в сумме тогда будет 1106. Если мы одну и ту же величину здесь вот отнимем и здесь такую же прибавим, представьте себе, это одно и то же число, то получится два числа. Одно будет поменьше, другое побольше. Мы хотим, чтобы разница была какая? 22. Ну, сообразите, на сколько надо отступать? На сколько? На 11. На 11, совершенно верно. Поэтому в этом месте на самом деле надо было написать 11. И здесь, соответственно, получился бы ответ 500, сколько? 64. Нет, 42. Нет, 542, это из них читать. Вот, смотрите, когда прибавляем, у нас получится большее число. Когда вычитаем, получится меньше. То есть, ну, конечно, я могу еще написать одну срочку. 553, минус 11, 542. Это как раз те самые два числа. Значит, мораль. Конечно, этот способ ничуть не хуже тех трех. Да? То есть, можно сразу делить на два. Но дальше надо учитывать вот эту вещь, что когда вы одну величину уменьшаете, а другую увеличиваете, то на самом деле разность возрастает в два раза быстрее. Вот, если сейчас я дам вам 10 рублей, то разность между нашими, как это сказать, богатствами, да, увеличится вовсе не на 10 рублей. А на сколько? На 20. На 20, конечно. Потому что у меня 10 рублей не станет, а у вас они появятся. Вот так вот, смотрите, вот здесь вот не стало, а здесь только же появилось. В результате разница увеличилась в два раза сильнее, чем просто отнять такую вещь. Договорились? Отлично.